Друзья, всем большой-большой привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Я тут немного выпала из ютуба, потому что у меня заболела младшенькая дочка. Все мое внимание было приковано именно к ней. Была высокая температура, кашель, поэтому нам пришлось и к врачу ездить, и ингаляции бесконечные, и в аптеку за лекарствами. В общем, знаете, не до монтажа и не до видео мне было совсем. Ну и сейчас Анечка уже чувствует себя хорошо, идет на поправку. Старшенькая у меня, слава богу, не разболелась, все нормально, закончилась всего лишь небольшим насморком. Да, ну вот видите, иммунитет у всех разный. Видимо, старшенькая уже переросла тот возраст со всеми этими садовскими болячками. Хотя у нас с дочкой не ходит в садик, но тем не менее, видите, вирусы она все равно цепляет. У меня тут накопились кое-какие домашние активности. Перестирала вчера белье, целую кучу, можно так сказать. Благо у меня есть сушильная машина, и знаете, я прям вот затеиваю стирку один раз. Сейчас перестирываю за день всю-всю одежду, которая у меня скапливается. И потом постепенно либо глажу, либо сразу раскладываю по ящичкам. И, друзья, я вам уже рассказывала про вот этот парогенератор, ну как он, отпариватель. И стим ванн, потрясающая вещь, я его сюда из прачечной перенесла в спальню. И если мне нужно что-то быстренько, знаете, погладить, там футболочку разгладить, прям одна минута, и все готово. Субтитры создавал DimaTorzok Цветочки полила, белье разложила, и теперь хочу заняться стиркой кухонных полотенец. Вы видите, у меня они не совсем чистые. Здесь у меня полотенчики из Икея, они уже старенькие, и вот такие, которые я покупала на Озон. И буду стирать их по своему проверенному способу, с помощью вот такого кислородного очистителя. Уже показывала вам его. Упаковочка продается размером 1 кг. И я всегда стираю с помощью вот этого кислородного очистителя. В его составе 100% перкарбонат натрия. И он прекрасно справляется с любыми загрязнениями на кухонных полотенцах особенно. Но нужно здесь повозиться. Я засыпаю где-то 2-3 ложечки, прям сверху сыплю на полотенце и заливаю кипятком. Кислородный очиститель особенно хорошо работает на высоких температурах. Если залить его кипятком, то начинает образовываться такая пена. И грязь, жир просто буквально на глазах отходит из тканей. Вот таким образом я делаю. Видите, какая грязная вода становится спустя где-то 5 минут. И вот белье у меня полежало где-то минут 15, полотенчики мои. И вот я их закидываю в стирку. Стираю также с кипячением. Добавляю хозяйственное мыло. И ложку вот этого кислородного очистителя уже добавляю прямо непосредственно при стирке. И ставлю еще раз на кипячение. И посмотрите на мои полотенчики. Это просто волшебство какое-то. Они все чистенькие, все аккуратные. Кстати, по такому же принципу вы можете стирать и постельное белье, и полотенца махровые. Но только смотрите, чтобы не кипятком заливать, а просто горячей водой. В общем, чтобы вода была больше 60 градусов. Примерно вот так вот. Также можно почистить вот такие термосы от налета. Сейчас покажу как. И у меня вот такой вот чайник заварочный. Тоже на нем, знаете, скапливается вот этот такой налет от чая, который очень сложно отмыть. Очень просто отмывается с помощью такого же кислородного очистителя. Как вы видите, это еще такое универсальное средство, которое можно использовать и на кухне, и для тканей. Я еще решила постирать, заодно положить вот этот зажим для раковины. Там тоже скапливается, знаете, какая-то жирная такая пленка каждый раз, когда вот моешь там сковородки, например. И по такому же принципу, кстати, я стираю кухонную тряпочку. И смотрите, как все идеально вообще просто отмылось. Заварочный чайник сияет, блестит как новый. Да, просто эффект буквально за 15 минут вы получаете практически новый термос и новый чайник. Единственное, пожалуйста, будьте аккуратны вот с такими вот термосами, которые сверху наклеены пленкой. Вот, я свой, да, горячей водой залила, и он облез. Но ничего страшного, я нашла выход из положения и полностью очистила его, просто положила в кипяток. И он у меня стал как новый, просто без вот этой пленки. Также сейчас хочу приготовить раствор для уборки в ванной комнате. Я залила 1 литр кипятка и добавила одну вот эту ложечку мерную вот этого кислородного очистителя. Немножко раствор у меня остыл, и я перелила его в дозатор из Икея. И буду использовать этот раствор для уборки в душевой кабине и в раковине. И вот я тут пришла и думаю, ну что же, я тут занялась стиркой, все стираю, все мою. Заодно и решила я помыть, точнее постирать вот эту шторку в ванной. Она у меня сделана из такого, знаете, ну как пластика, полиэтилена. В общем, она не тканевая. И я также растворила в кипятке кислородный очиститель, разбавила его до комнатной температуры и замочила, отлеживаться, да, свою шторку. У меня осталось немного кипятка, и я еще решила залить вот это средство в трубы. Да, это средство, кислородный очиститель, также можно использовать и для труб. Видите, вообще супер многофункциональное средство. Можно прям действительно отмыть весь дом, мне кажется, им, что, собственно, я сегодня и протестирую. Хотела я давно попробовать, как это средство работает именно для уборки в ванной комнате. У меня душевая кабина, у нас стоит в доме фильтр, поэтому у нас не так много известкового налета, скапливается и на сантехнике. Но, вы знаете, вот эта жирная пленка, которая остается от кондиционеров, от маски, она всегда оседает именно на плитке. Да, и вот я просто запшикала все этим средством, которое я приготовила на основе кислородного очистителя и оставила минут на 15. Тем временем, по такому же принципу, я мою раковину, стараюсь прям везде-везде забрызгать этим средством и сантехнику. И, видите, у меня вот эта заглушечка, внутри у меня скопилась какая-то грязь, пыль, даже не знаю, это плесень, что это такое, но, скорее всего, это грязь. Да, видимо, туда попадает влага, все это там скапливается и тоже оставила, чтобы средство поработало. И решила, что у меня еще есть немного средства и я захотела помыть дверь. Она у нас стеклянная, это дверь в парилку. И когда мы паримся, мы часто используем веники, соответственно, веники запариваются, мы ими брызгаемся, паримся, летят брызги, особенно вот на эту дверь. И это не просто вода и подтеки, это именно подтеки вот этого дубового сока от веников. И, соответственно, вот это средство очень классно все очистило. И, смотрите, прям тряпочка была очень-очень грязная, но при этом стекло все помыто, все вымыто и без всяких разводов, без всего. Протираю штангу, на которой висит шторка. Хочу ее поменять на черную, уже купила, но все никак руки не дойдут. И теперь просто смываю с душевой кабины вот это средство. И, знаете, вот сама плитка, она прям даже скрипеть начала, как будто ее помыли каким-то сильным таким средством для мытья. То есть вот этот кислородный очиститель, он как бы растворил вот этот жир на стенках душевой кабины. Да, потрясающе. И я просто протерла тряпочкой сантехнику. И, смотрите, все тоже блестит. Мне понравилось, как оно работает. Особенно, если вы аллергик и не переносите никакие вот эти химические все средства для уборки. И вам нужно что-то такое экологичное, супер-пупер натуральное, то вот, пожалуйста, посмотрите на вот это средство, как можно применить его для уборки в доме также. Друзья, ну, я, конечно, в восторге от результата. Если честно, я первый раз мыла кислородным отбеливателем в ванну. И могу сказать, что вот сама раковина, она чистая, да, без всяких моющих средств. Полностью блестящий, без всяких капелек смеситель. Да, и вот эта штучка тоже, смотрите, как хорошо почистилась. И я еще засыпала в трубы, да. Друзья, ну, классное средство, кислородный очиститель. Как видите, можно использовать не только для тканей, но и помыть что-то, очистить, да. Поэтому смело рекомендую. Ссылочку, конечно же, я на этот кислородный очиститель оставлю в инфобоксе. Друзья, смотрите, у меня что здесь появилось. Помните, я вам рассказывала, что у меня, у мужа, ой, стоять, вот такая щеточка. Это щетка Xiaomi. В общем, супер щетка. Мой муж, он ей очень доволен. Я на него, глядячи, заказала себе вот такую беленькую. Сейчас вам все про нее подробно расскажу. Самый главный плюс этой щетки зубной в том, что ее практически не нужно заряжать в течение месяца. Она работает без подзарядки больше месяца. Вы представляете, вам не нужно думать о том, что где ваша зарядка и так далее. Еще у нее есть 6 режимов работы. Для чувствительных зубов, для ежедневной очистки, для отбеливания и так далее. Есть таймер, в течение 2 минут щетка будет вибрировать и чистить вам зубы. Также в комплект входит вот такая красивая коробка и 12 сменных насадок. Производитель рекомендует менять эти насадки каждые 3 месяца. Соответственно, вам хватит очень надолго этой щеточки. И что самое удивительное в том, что когда вы сильно нажимаете на зубы, загорается желтый индикатор. Это говорит о том, что вам нужно более бережно чистить зубы, чтобы не травмировать. Так что, друзья, очень рекомендую такую щетку к покупке. Следите за вашими зубками. Ну и, конечно же, не забывайте также пользоваться ирригатором. Сейчас на щетку действует скидка. Ссылочку на нее оставлю в инфобоксе. Еще хотела вам показать результат от вымачивания, от замачивания в кислородном отбеливателе вот этой шторки для ванны. Как вы видите, достаточно грязная вода была, хотя, казалось бы, шторка для ванны. Но все равно на нее оседает пыль. И внизу была особенно такая вот жирная пленка. Поэтому я решила ее прополоскать в машинке. Поставила просто на полоскание, высушила и повесила уже на следующий день. Жду своих девчонок от дедушки и сейчас буду готовить обед. Они у меня попросили суп с фрикадельками, поэтому сейчас буду готовить их любимый супчик. Уже разморозила фаршик. И здесь у меня есть вот такая капустка. Хочу приготовить жареную капусту. У меня еще немного колбасы осталось. Не знаю, куда ее девать. Уже и пиццу делали. Уже все, уже наелись этой колбасы. Ко мне приезжала тут мама. И она всегда привозит колбасу фирмы Скопин. Очень вкусная колбаса. И вот мы ели, ели, ели и уже объелись. Ну, в общем, чтобы не пропадало, тоже пущу ее в дело. И я еще достала, смотрите, из морозилки. Это наши сливы, которые я еще замораживала летом. И хочу сейчас сделать сливовый пирог. Уже делилась рецептом. Но я, знаете, люблю проверенные свои рецепты. И вот этот пирог, он очень вкусный. Быстро готовится. Всего нужно очень мало ингредиентов туда. У нас за окном сегодня пурга. На видео не видно. Прям все-все метет. Но уже потише стало. Погода сегодня что-то разбушевалась. Я тут смотрю такой классный сериал, друзья. Вообще супер. Смотрите, правда о деле Гарри Квеберта. Прям так интересно. Я вообще люблю жанр детективы. И этот сериал снят очень так необычно. Там постоянно идет несколько линий временных. И показывают, да, как было, потом как сейчас. И ты постоянно думаешь, как же могло быть, кто убийца, кто еще что-то. Так что если хотите какой-нибудь сериальчик посмотреть, то вот этот советую. Я, правда, его не досмотрела. Не знаю, чем там история закончится. Но вот я смотрела уже три серии. Вот эта четвертая. Мне прям очень зашло. Я тут вяжу салфетку. Одному очень хорошему человеку на новоселье. Думаю, вы догадываетесь. Кому? Когда Ариша у меня была в гостях, она увидела вот эту салфетку. Она говорит, это же просто произведение искусства. Как красиво, как здорово. Вот, ну да, действительно, насколько я вот скептически отношусь к салфеткам. Ну, не знаю, мне кажется, это прям, знаете, как-то так немножко по-старинному, что ли. Но вот этот рисунок, именно вот этот рисунок, он мне почему-то больше всего запал в душу. И я свою салфеточку прям берегу. Дети иногда на нее что-нибудь тут проливают. Вот, я ее отбеливаю и в белизне держу. Вот, и Арише я тоже начала вязать. Правда, у меня закончились нитки. Заказала, они пришли не белые, а бежевые. В общем, еще раз заказала. В итоге сейчас должны прийти белые. И вот мне осталось еще немножко. И еще свекровь тоже говорит, какая красивая салфетка. Так что свекрови буду вязать на 8 марта. А Арише вот подарю на новоселье. Пока я там готовлю, у меня он, Кирилл, там со снегоуборщиком развлекается. Потому что даже калитку мы не можем открыть. Да. Вот так вот жить в своем доме. Просто так не посидишь на диване в выходные. Приходится трудиться. Ой, друзья, смотрите, у меня здесь какая красота. Помните, я показывала, как сорвала Барбарис в нашем саду. В итоге он у меня подсох. Он у меня прям превратился в экибану. И мне так нравится, как он смотрится. Я его, конечно, сейчас попозже буду менять на другой декор. Хочу сюда поставить либо хлопок, либо, может, цветочки какие куплю. Не знаю. Пока еще не придумала. Но под красные шторы он прям сюда идеально подходит. Знаете, иногда кажется, что покупать, вон все в саду есть. Хотя, если честно, я не ставлю цветы из сада. В пионах постоянно муравьи. В розы они постоянно кольца и стоят всего лишь два дня. Вот. Мне больше нравятся вот такие вот засушенные цветы. Ну, либо искусственные тоже неплохо. Начинаю готовить обед и полдник. На полдник у нас будет пирог. На обед у нас будет суп с фрикадельками. И капуста жареная. Вы знаете, я люблю жареную капусту. Не знаю, это какой-то такой сладкий вкус детства. Меня мама всегда так готовила. И я прям очень люблю. Особенно, когда покупаю большой качан капусты. Чуть-чуть там использую, например, на суп, на щи, либо на борщ. А вот остальное обычно я либо жарю, либо готовлю вот такую тушеную капусту. Либо могу сделать пирог. Покупаю готовое слоеное тесто. Пирог тоже могу завернуть. Либо хочу еще попробовать. Нашла тут рецепт заливного пирога с капустой. В общем, я люблю капусту. Не знаю, почему. Пока признавалась в любви к капусте, уже почистила овощи и нарезаю. Сейчас буду делать сразу зажарку для капусты и для супа. Все это сначала сделаю в одной сковороде. И, кстати, ко мне тут приезжала мама. И она готовила борщ и использовала вот эту терку конусную. Я вам ее показывала в покупке. И сказала, я столько лет живу. И я не думала, что конусная терка может быть настолько удобной. В общем, попросила меня закупить ей точно такую же. Я заказала в Азоне в пункт выдачи в ее городе. И вот теперь у меня мамуля тоже с такой же теркой. Она действительно очень удобная. Как-то устойчивее, что ли, по сравнению с обычной стандартной, да, такой квадратной. Не знаю, в общем, мне понравилась. Она единственная. В первое время я постоянно ходила с ранами на руках, потому что она очень-очень острая. И вот мне потребовалось немного времени, чтобы она хоть немножко потупилась, чтобы я хотя бы не ранилась об нее. Сделала уже зажарку. Пока она у меня там жарится, я нарезаю картофель. Часть у меня пойдет в суп, а часть я положу в капусте. Вам уже рассказывала, что это тоже такой лайфхак от моей мамы. Она всегда в жареную капусту добавляет одну картофелину. Это прям придает такой вкус. То ли из-за крахмала, который содержится в картофеле, то ли даже не знаю из-за чего, но в общем вкусно получается. Переложила зажарку в суп и добавляю капусту. Немного ее перемешиваю. Накрываю крышечкой. Еще добавляю масло, потому что капуста тоже берет на себя много масла. И на медленном огне, пусть она у меня там поджаривается. Снимаю пену вот таким образом. И теперь буду делать фрикадельки. Уже смешала фарш с промытым рисом. Добавила чуть соли. И вот так вот с помощью ложечки отмеряю, чтобы все фрикадельки были более-менее одного размера. И вот в кипящую воду у меня там уже картофель заложен. И зажарку я в отдельную тарелочку поставила, чтобы потом, после того, как у меня уже всплывут мои фрикадельки, я уже заложу саму зажарку. В капусту, как видите, она уже немножко так поджарилась и в объеме ушла. Я добавляю нарезанную колбасу, которую мы все никак не доедим. И вливаю немного кетчупа сюда, чтобы, знаете, придать капусте немножко такой сладкий вкус, томатный. И добавляю чуть-чуть водички. Не хочу, чтобы она у меня была сильно жареная, а больше такая томленая. На плите там все готовится. И я теперь начинаю приготовление пирога. Все ингредиенты я оставлю в инфобоксе. Готовится он очень-очень просто. Здесь нужны яйца, сахар, сливочное масло, мука и разрыхлитель. Все. Но получается просто невероятно вкусным. Его можно готовить с любой начинкой. Я вот достала сливы, но, если честно, когда они разморозились, они совсем не годились для пирога. Они были очень водянистыми, и я с ними сварила компот. А вместо ягод в пироге буду использовать замороженную смородину черную из нашего сада. И, вы знаете, наперед скажу, что получилось очень вкусно. То есть, в принципе, вообще любую ягоду, даже замороженную, вот таким образом можно запекать. Субтитры создавал DimaTorzok Пирог запекается. Суп уже приготовился. Добавила в него свою вкусную, любимую соль. Я уже много раз про нее рассказывала. Вот такой вот супчик у нас на обед. Очень вкусный, наваристый. Много фрикаделек. Компот. Мне осталось его только процедить. Пусть он настаивается. И вот такая жареная капуста с колбасой. Пирог тоже готов. Получился невероятно вкусным, ароматным. Девчонки у меня с удовольствием съели по два куска. Так что, друзья, обязательно приготовьте такой пирог. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. Всех целую, всех обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok